И всем привет, ребят, с Мистер Банкельс и записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посовещен обсуждению нового анонса, связанного с Танкофандом. Вчера у нас поступила очень интересная информация. Я очень сильно надеюсь на то, что это не фейк-инфа. О сливе Танкофанда, который мы сегодня вместе с вами обсудим, рассмотрим. Ну и предположим, реально ли это тот самый зимний марафонский Танкофонд или же нет. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно поддержите данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте ему личный Тегтимпэ. Дальше оформляйте покупку в магазине, ну и запланировайте форму, которая есть в описании. Что касаемо Танкофанда, то вчера во время марафонского стрима я получил скриншот от одного из моих подписчиков. Вот с такой вот интересной информацией и по сути призами в зимнем мажорном Танкофанде. И на седьмом миллионном миллионе, здесь нет призов с первого по шестой, прокручено сразу до последних. И вот такие вот призы. То есть все выглядит реально реалистично. Либо это хороший такой контентовый фотошопинг, ну либо же реально это те призы, которые будут в нашем Танкофанде. То есть здесь мы видим опять 20 уровней без никаких тех 50, которые были у нас в прошлый раз, которые оказались супер провальными и которые вообще абсолютно никак не сработали. Здесь у нас есть 20 стабильных вкусных уровней. Седьмой миллион пульсарчик на Скорпион. Восьмой молот Легаси. Девятое плюс опять этот миллиончик, да, то есть этот миллион, ну по сути, наверное, та тема, которая не актуальна до сих пор, да, и та тема, которая мне особо сильно непонятна. Ну ладно, как бы добавляется, добавляется, пусть будет. Десятый. Пятнашка ультриков, вкусно. Одиннадцатый лямчик. Это у нас получается старое устройство. А нет, это новое устройство на Гром. Новое устройство на Гром, которое рикошетить будет снаряды, то есть оно выглядит как урановые снаряды, но это устройство на Гром. Прикольно. Скин контик на двенадцатых лямчиках. Это очень вкусно. Ариэс драйвер. Если это реально так и Ариэс драйвер появится в зимнем танкофонде, я просто буду мега сильно рад. Это то, что я реально хотел бы получить и хотел бы забрать на мой самый любимый корпус, да. Если, например, я еще бы это дело забрал на бездонате 2.0. Ух, какая же была бы эта грязючка. Четырнадцать лямов. Кризис. Пятнадцать лямов. Элитный челлендж. Баттл пасс, да. Который у нас стоит иногда там полторушку, иногда двушку. И на что-то будет этот пропуск, да, элитный. Вкусно. Супер вкусно, я бы сказал. Шестнадцать лямов. Смока ГТ. Семнадцать броник. Восемнадцать шафт пульсар. Девятнадцать хантер. Получается GT, да. Ну и двадцать типа нет пока что приза. То есть какой-то новый супер приз, да, там будет. Понятное дело, что там на первых уровнях сто процентов будет плюс слот. Как всегда по дефолту. Будут, скорее всего, обычные контейнеры. Будет одна ядерка. Помните, тоже была, да, то есть за первый лям одна ядерка всегда у нас. То есть три приза первоначальных я тоже, ну, по сути, вам сказал. По устройствам, ну, не сказать, что здесь выглядит круто, да. То есть пульсар устройства это тот дефолт, который добавлялся и в предыдущие уже танкофанды. А рез драйвер это супер вкуснятина, которую я реально хочу забрать. Новое устройство на гром тоже, наверное, выглядит прикольно. Скин контик. Ну и скины, да, то есть скины, по сути, те, которые у меня уже есть на аккаунте, они особо, ну, не сказать, что мне очень там сильно нужны. То есть на скины я особо внимания не обращаю. Элитный пропускалово, если будет. Скин конт. Арез драйвер. Новое устройство на гром. Новые пульсарчики. Я считаю, это уже очень и очень вкусно. Учитывая тот факт, что все это дело можно будет получить за тысячу танкоинов. А там один элитный пропуск, если бить звезды, да, то есть с него можно подлутать прям вообще супер много. Да, за тысячонку получить элитный пропуск, который минимально стоил где-то полторы, а последние разы там и по две тысячи танкоинов. Я считаю, что это очень и очень хороший, вкусный бонус, который, если является реальностью и правдой, выглядит, ну, прям супер жестко. Прям реально супер жестко, да. Ну, там на начальных призах, наверное, не будет супер чего-то необычного, да. Там может быть какие-нибудь еще 15 ультра появятся. Еще 15 обычных контейнеров, да. Что-то может быть еще интересно. Ну, вот плюс слот, плюс ядерка, да. То есть 4 приза я уже и так знаю. Ну, может быть там появится какой-нибудь еще скинчик, да, условно. А если там обычный БП, да, если бы там обычный БП был бы, это было бы тоже супер вкусно. То есть, по сути, здесь все самые интересные призы начинаются там с 11-12 уровня, да. То есть, если мы не считаем Скорпион Пульсар, по сути, надо постараться, чтобы дойти до этих 12 миллионов. Я думаю, что это реально, да. А дальше уже подлутать все самые вкусные призы, да. Поэтому я считаю, что это реально сделать. Все-таки это не 50 уровнивый танкофонд, в котором там, ну, было крайне сложно сделать огромнейшие цифры. Здесь все-таки, в моем понимании, дойти до 12 лямов и забрать закономерно скинконт проще. А дальше, когда ты уже забираешь скинконт, большое количество игроков, которые там, например, держали до последнего свои танкоины, точно войдут в эту игру и увеличат этот танкофонд как минимум там еще на 3, 5, 7 миллионов. И мы уже сможем дойти до самых вкусных, ценных наград по типу элитного пропуска, по типу устройства на шафта и, быть может, даже 20 лямов с каким-то закрытым призом. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Как по мне, реально реалистично выглядит этот танкофонд. Я больше склоняюсь к тому, что это не фейк, да, потому что, ну, бывало я видел много всяких вот таких вот, типа, картинок в преддверии танкофонда и с именно такой фейковой информацией. Здесь все-таки выглядит, ну, как реальная инфа, как та инфа, которая должна быть правдой. Поэтому пишите, что вы думаете по этому поводу. Согласны ли вы с моей точки зрения, что это реальная инфа, именно такой танкофонд появится? Как вам призы, да? Хотели бы вы увидеть вот такой вот вкуснейший танкофонд? Готовы ли вы прямо сейчас покупать, вложить тысячу танкоинов? Потому что, по сути, танкофонд это лучшее, просто лучшее вложение танкоинов, которое есть на сегодняшний момент времени в нашей игре. Поэтому пишите все свои мысли, обязательно поддержите, да, на видос лайком, если вы еще его не поддержали. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Также подписывайтесь на тележечку, где вся информация по стримам и лайв-контентичек тоже выходит. Ну а у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok